Ваше внимание представляет доклад о современных направлениях повышения безопасности перепортального периода у беременных с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Не секрет, что материнская смертность является особым направлением изучения в мировом здравоохранении, и одной из частых причин и основных причин смерти среди женщин является сердечно-сосудистые заболевания. Основной нормативной правовой базой являются клинические рекомендации 2018 года Европейского общества кардиологов, где есть стратификация риска классов материнской летальности по ВОЗ, и женщинам, которые принадлежат четвертому классу риска, беременность противопоказана. Сюда относятся легочная артериальная гипертензия, тяжелая системная дисфункция желудочков, перепортальная кардиомиопатия в анамнезе и так далее. Почему так? Ответ кроется в физиологии. Не секрет, что во время беременности организм женщины претерпевает ряд изменений, и, конечно же, нагрузка в первую очередь падает на сердечно-сосудистую систему. Так увеличивается ударный объем, сердечный выброс, происходит прирост частоты сердечно-сокращений. Происходит увеличение потребления кислорода, и у женщины составляет этот показатель 4 мл на кг в минуту. Происходит увеличение ОЦК. И на данном слайде видно, что происходит максимальный прирост ОЦК на 34-36 недели гистации. Что же касается родоразрешения, здесь ситуация еще более усугубляется в плане нагрузки. Так, сердечный выброс вырастает на 15% в первом периоде родов и на 50% во втором периоде родов. В свой вклад вносит волимическая перегрузка. Каждая схватка переводит 300-500 мл крови в системный кровоток. А также происходит увеличение пост нагрузки. Растет артериальное давление, учащается сердцебиение за счет симпатикотонии. Что касается послеродового периода, то здесь сокращение матки вместе с удалением плаценты и разрешением аортоковальной компрессии также обуславливает прирост ОЦК дальнейший, который увеличивает венозный возврат и ударный объем. Что вкупе у здоровой женщины приводит к увеличению сердечного выброса еще на 60%. Что нельзя сказать о женщинах с тяжелыми патологиями сердечно-сосудистой системы. На данном слайде вы видите графический тренд изменения частоты сердечных сокращений, сатурации ЦВД во втором периоде родов. В родах через естественные родовые пути у женщины с кардиомиопатией. То есть вы видите, что растет ЦВД, снижается сатурация. Целью моего доклада является раскрыть направление повышения безопасности перепортального периода у беременных с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Конечно же, в первую очередь это мультидисциплинарный подход. Собираются консилиумы и ведется беременность совместно акушерами-гинекологами, кардиологами, привлекаются и анестезиологи-ренематологи. Широкое использование эхокардиографии, инвазивного мониторинга гемодинамики, включая при необходимости катетеризацию легочной артерии, а также современный лабораторный мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы. Рациональное использование вазопрессоров, инотропов, левосиминдана, бета-блокаторов, применение вазодилататоров, включая оксид азота. А также рациональное, в том числе и превентивное, использование механической поддержки кровообращения, включая использование системы КМО в режиме ожидания. Более подробно остановлюсь на тяжелой сердечной недостаточности. С чем работаем чаще всего мы? Тяжелая сердечная недостаточность развивается по пяти сценариям. И вот что мы видим при беременности? Это, конечно же, женщины с тяжелой хронической кардиомиопатией. Это перепортальная кардиомиопатия. Декомпенсация ХСН при врожденных и приобретенных пороках сердца. Острая сердечная недостаточность при остром инфаркте миокарда. И повреждение миокарда второго типа при эмболии околоплодными водами, тяжелой кровопотери и гипоксии. План и сроки родоразрешения, конечно же, определяются консилиумно. Пациентка может рожать сама, если ее состояние компенсировано, если у нее нормальный уровень маркеров сердечной недостаточности и если отсутствует отрицательная клинико-лабораторная динамика. В остальных случаях, конечно же, и показана операция кесарево-сечения. Анестезиологическое обеспечение родов у данных пациенток производится, конечно же, с помощью длительной педуральной аналгезии. Родовозбуждение с предупреждающим длительной педуральной аналгезией. То есть, что это значит? Катетер педуральный устанавливаем до амниотомии. Методика обезболивания – это программные болюсы. Ропиевокаина 0,1% по 10 мл каждый час. Однако проблемным остается вопрос контроля. Что же нам делать? Что же нам контролировать в родах у таких женщин? В мировой литературе в клинических рекомендациях четкого ответа на этот вопрос нет. В нашем центре мы контролируем газы смешанной венозной крови, определяем венозную сатурацию смешанной венозной крови, уровень лактата, а также расчет показателей центральной гемодинамики по ФИКу, эхокардиография и контроль антипро-БМП. Однако, повторю, в мировой литературе ответа нет. Если же пациентке необходима операция кесарево сечения, то она проводится, во-первых, в планном порядке, во-вторых, с подготовкой. Подготовка в себя включает инфузию левосеминдана за двое суток до оперативного лечения. Это происходит в условиях полного инвазивного мониторинга, а также используется технология ЭКМО в режиме ожидания. Что это значит? Чуть подробнее. Перед рядом оперативных вмешательств осуществляется превентивная катетеризация, артерии, вены, феморалис, катетерами 7-френчей и двупросветными. Также осуществляется подготовка аппарата ЭКМО и приглашается бригада перфузиологов из ЭКМО-центра на случай, если вдруг потребуется инициация ЭКМО, чтобы осуществить максимально быструю каннуляцию и запустить ЭКМО. Анестезия при кесаревом сечении у таких пациенток с тяжелой кардиомиопатией является как эпидуральная, с медленным насыщением рупивокаином эпидурального пространства на фоне титрации вазопрессоров, так и общая анестезия с использованием кетамина и разрешенных доз пропофола. Оговорюсь, обязательно это медленная индукция. После извлечения ребенка для профилактики объемной перегрузки используется изосорбидодинитрат. И с целью сокращения матки используется карбитоцин, который обладает менее выраженными кардиодепрессивными эффектами, в отличие от обычного окситоцина. На данном слайде вы можете видеть тренды изменения параметров гемодинамики во время кесарево сечения. Посмотрите, как изменяется после вот этого извлечения, вот эта черта. И после извлечения растет давление в легочной артерии и снижается системное давление артериальное. Несколько слов о перипортальной кардиомиепатии. Это идиопатическая дисфункция левого желудочка со снижением фракции выброса менее 45% на поздних сроках беременности и развивается также может в течение нескольких месяцев после беременности, что важно у женщины при этом отсутствуют ранее диагностированные заболевания сердца. В патогенезе выделяют несколько гипотез, и на сегодняшний момент самая общепринятая – это ангиогормональная гипотеза. Если коротко, это лежит в основе нарушения метаболизма гормона пролактина, вырабатываемого гипофизом, а также снижения содержания сосудистого эндотелиального фактора роста, что вкупе с собой оказывает повреждающие действия на кардиомиоциты. В нашем центре Алмазово наблюдалось 30 пациенток с перипортальной кардиомиопатией. Они приезжают из Санкт-Петербурга, из регионов, и по статистике вы видите, что чаще превалируют пациентки с тяжелой степенью перипортальной кардиомиопатией, потому что у нас уже самый крайний центр. Значит, пятерым пациенткам осуществалась имплантация системы ЭКМО, все пациентки были отлучены от ЭКМО, 3 пациентки получили трансплантацию сердца, и скончались 2 пациентки. Следующим тяжелейшим состоянием, при котором противопоказана беременность, является легочно-артериальная гипертензия. Более подробно хотела бы остановиться на легочно-артериальной гипертензии, ассоциированной с врожденными пороками сердца. В нашем центре за 12 лет разрешалась 101 пациентка с данным заболеванием. Из них 24 имели синдром Эйзен-Менгера, 7 – единый желудочек, и у 44 давление в легочной артерии превышало более 70 мм втутного столба перед родами. Коротко о синдроме Эйзен-Менгера. Синдром Эйзен-Менгера – это тяжелейшее нарушение внутрисердечной гемодинамики, которое характеризуется реверсом шунта при пороках с септальными дефектами, и таким образом диоксигенированная кровь попадает в системный кровоток. Формируется он у пациента с врожденными пороками сердца с септальными дефектами. И сначала, посмотрите на картинку, формируется лево-правый шунт, поскольку в левых камерах давление выше. Но в дальнейшем при увеличении сопротивления малого круга и роста давления в легочной артерии происходит реверс шунта. И таким образом происходит попадание диоксигенированной крови в системный кровоток. То есть и вызывает симптомокомплекс синдрома Эйзен-Менгера. Самое основное симптом – это катастрофическое снижение стурации – это цианоз, гипоксия. Конечно же, родоразрешение таких пациенток должно проводиться только в высокоспециализированных многопрофильных стационарах, которые имеют возможность кардиохирургической помощи. А также должна быть обеспечена возможность современной интенсивной терапии острой правожелудочковой недостаточности. Данные пациентки, родоразрешается, конечно же, только операцией кесарево сечения. Также проводится переоперационная подготовка, то есть это контроль эхокардиографии, маркеров сердечной недостаточности. Интероперационная анестезия выбора является эпидуральной, но если она противопоказана, то используется общая анестезия с ИВЛ. Также интероперационная и на послеоперационном этапе используется ингаляция оксида азота. Здесь вы видите как раз-таки аппарат Тианокс, который широко используется в нашем центре. Он генерирует оксид азота из воздуха. И также данным пациенткам используются технологии КМО в режиме ожидания. На данных трендах вы можете увидеть изменения гемодинамики у пациенток во время родоразрешения с дефектами желудочковой перегородки. Снижается сатурация и снижение артериального давления. Это все происходит после извлечения ребенка. Технология КМО в режиме ожидания в нашем центре используется достаточно часто. И 13 пациенткам с врожденным пороками сердца, которые имели синдром Эйзен-Менгера, эта технология использовалась. Одной пациентке КМО потребовалось. Пациентка выжила, была выписана по месту жительства. И 3 пациентки с кардиомиопатиями тоже разрешались в этих условиях. Одной пациентке потребовалось и КМО, она выжила и была выписана по месту жительства. Послеоперационный период самый важный в плане развития осложнений. Именно на него приходятся основные цифры летальных исходов. И, конечно же, он включает интенсивную терапию, которая включает в себя комбинацию вазодилататоров малого круга, комбинацию инотропов, вазопрессоров, обязателен контроль инфекции, поскольку именно эта составляющая несет риски летального исхода. Пациенткам подавляется лактация и обязательно проводится профилактика тромбоэмболических осложнений. На данном слайде фотографии вы видите вот одна из наших пациенток, которая как раз-таки была с тяжелым пороком сердца, с синдромом Эйзен-Менгера, которая была успешно родоразрешена и выписана с малышкой. Но, однако, у нас случаются также и летальные исходы. У нас за все время работы центра умерли 4 пациентки, это 4%. Причинами смерти явилась критическая гипоксимия в двух случаях, фатальная недостаточность правого желудочка в одном случае и одна случилась тромбоэмболия легочной артерии. Все пациентки имели синдром Эйзен-Менгера и летальность уже в подгруппе самого синдрома Эйзен-Менгера составила 17%. Выводы. В современных условиях развития высокотехнологической помощи, широкое использование, инвазивного мониторинга гемодинамики, эхокардиографии, лабораторного скрининга показателей сердечной недостаточности повышает безопасность перепортального периода у пациенток с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Рациональное применение современных средств фармакологической коррекции позволяет минимизировать количество осложнений. И также использование технологии КМО в режиме ожидания позволяет повысить безопасность пациенток и снизить материнскую смертность. Спасибо.